Во имя Отца и Сына из Пятаго Духа. Откровение, 10 глава, 6 стих. И клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. Перечисляется все, земля, вода, и везде часы моряков, рабочих, и вдруг времени не будет. Оказывается, что такое время, нет объяснений никакого. Мы откроем 22 места в Святой Библии и посмотрим, к чему нас Бог призывает, какое время нам отпущено. Когда говорим мы вчера, завтра, то у Бога этого нет. У Бога все в одном дне. И у Бога тысяча лет, как один день. Это образное выражение. Биллиарды лет, как один день. Да не день, а секунды. Поэтому нужно правильно распорядиться той крошкой времени, которую нам Бог каждому дал. Как младенец, подросток, юность, взрослый старец. Теперь спроси его, ты заметил или нет? Ничего, говорит, не заметил. А уже кровь, как в глубоком колодце, все остыло, ничего нет. Теперь нужно выделить самые главные моменты нашей жизни, когда нас Господь подталкивал к тому, чтобы понять, что такое время. И это откровение Бог дает. Человек объясняет, а тот... Еще раз, бесят, часы, я сейчас смотрю. Мало не хватает, по звездам определяют. И времени больше не будет. Вот представьте-ка себе. Чуть-чуть, немножко. Мы верующие все здесь. Умер и не спасен. И покаяние Бог не приемлет на никакого больше. Даже говорить сегодня это страшно. Времени не будет. А сегодня ты ночью можешь помолиться и днем, и утром за стол, и за столом. Все время какой-то контакт с Богом, хотя бы со словами Божьими. И будет суд Божий. Вот с этой позиции суда Божий и надо смотреть. Человек живет. Вот у нас здесь была старица. Серапима, говорил, там 95 лет. Долгожитель. А мой жил 950. А Мухусоил 969. Больше, чем 10 раз жили. И тоже приходило время расстаться. Только легенда одна осталась. Что Господь спрашивает. Мухусоил. Длинная жизнь тебе показалась. Он говорит, Господи, как под ней дверь? Вот вошел, другие вышел. А хотел бы еще? Да. Но, Господи, а умирать опять надо? Ну, а как? Тогда не надо. То есть ужас смерти и жажда жизни, они несовместимые. 150 тысяч каждый день умирают на земле. Тысяч. Вот показать сегодня, сколько умерло. И на дом, кладбище столько нет. И большинство из них недоедание, голод. Болезни. Мы напряжем мысль свою. Проанализируем. Когда у тебя было время, которое ты пропустил? Я вот исследовал свое после обращения к Богу в 23 года. Сколько раз ко мне Бог стучал сюда. Прошел мимо. Молился. Но о том, что Христос умер за мир, и никто мне этого не сказал. Я заходил в церковь, две свечки ставил. Божьей Матери. Но она мать, она выше его. Потом Христу. Такое понятие было. И слова Евангелия не слышал. Библия-то насмешку. Но когда человек ничего не понимает, то как говорит баран в Библии. Итак. Лука 8.13. Посмотрим, где Господь именем времени коснулся нас. И мы прошли мимо. И в этом нужно перед Богом сказать, виновен Господи. Смысл того дня дай мне сегодня. А упадшие на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают. Но которые не имеют корня. И временем веруют. А во время искушения отпадают. Время искушения. Это искушение, это испытание. Какое испытание? Вот человек уверовал в Бога. Нормально кажется, жизнь всего идет. Какой Бог? Зачем? Вот все сколько разговаривали, каждый день. Столько людей проходит передо мной. Кто знает в интернете. И люди спрашивают. Ну без Бога жили же. Не жили от живания. Это разные понятия. Если Бога нет, то что? Вот газета центральная наша, тут Алтайская, идет первая. Подростки обнаглели. Убийство. Смотрит телевизор. Мать, дочерь, сын говорит, ты переключи на мою. А они не переключили, он сразу бою зарезал. Это как понимать? Это без Бога. Поэтому неверующих сегодня на земле, если считать 8 миллиардов жителей, 8 миллиардов 150 миллионов. Из них 2 миллиарда 450 признают Христа за Бога. Я не говорю, что исполняют. Называют себя христианами. Почти 2 миллиарда мусульмане. Мы не трогаем еще Китай и Индию. И оказывается, что безбожников на земле от 9 до 90% всего. А по количеству преступлений почти 99% там падают. Верующие, даже слабо верующие, он знает, отвечать придется за все. Моментом. Господь во сне или как-то дает понять. Делаем неправильно. И наступает время, и человек после этого искушения падает. Вот юноша, близко знакомый. Никаких признаков нету, что он что-то будет делать. Исчез. Проходит какое-то время. 2 года прошло, выходит. А я пал. Уже я не спрашиваю, что пал. Не украл. Понятно, куда занесло. А что делать? Да что делать? Ты знаешь, что сделать? Ты аварию сделал на дороге? Лезь скорее в шахту. Большие деньги нужно. Рассчитался? А теперь думай, как вылезти из этой ямы, куда Бог тебя столкнул? А столкнул он не он. Ты прихотью свою не устоял. Время искушения было. Ну, она была одинаково все. Не надо на это ссылаться. На суде Божьем оправдания никакого не будет. Католики придумали, что есть еще переходный момент. И вот там будет за гробом каяться. Постепенно человек исправляется. И так придет. Нет этого нигде. Спасение во Христе Иисусе. И жертвы Его достаточны, чтобы спасти всю Вселенную и тысячи Вселенных. У Бога все дается для этой жизни. Для этой. Но ты распредели. Вот если бы сейчас сказали, по времени, сколько у тебя уходит на то, на другое. Ну, на чтение. На то, что смотрел. На то, что молился. На обед. И ты увидишь, что грабь это не тот, который Господь от нас ждет. А почему? Какие товарищи, с кем встречался, как говорил, какие родственники, куда тебя тянет, какая причина. А ведь всего-то, от Адама до нашей дне, вот сейчас, 7532 год. Всего 7 тысяч. А что за это время на Земле сделано? Какие правители были? Кому подчинялись? К чему стремились? Эти люди ушли. А сколько было? Примерно 100 миллиардов. Миллиардов. Где они будут? Когда так себе применишь. Вот я говорю, Господи, сколько же я момента пропустил. Там-то я мог услышал. Мог. Прошел мимо. Я не такой, как все. Тут оправдание какое-то есть. Никакого оправдания нет. Сердце пусто. А когда Господь его наполняет любовью к себе, все остальное отодвигается. Почему, говорит, самозови Господа Бога твоего, Творца твоего, всем умом, всей крепостью, всей душою, всем разумением и всей крепостью твоей. Проживи ты день-два, и ты увидишь, какое счастье было бы у меня, если бы я до 23 лет обратился. Сколько передо мной людей прошло. Прорабом работал. На шести объектах начальник. 250 человек каждый день мне подчиняется. А сам-то ничего не знаю. Рассматривали, хочется только плакать. Что я спрашивал с них? Кто не знает, я о прошлом скажу. Сразу меня направили работать в органы МВД, потому что отец инвалид, материн и братья погибли. Тогда сильно за это смотрели. И всем запрещенными строго режимный лагерь. А им если 102% выполняет, день за два считается. 121% выполняет, ведь не норма была. Один день я сидел, три дня как будто бы сидел. А они спрашивают, а я еще скажу. Потолок должен быть ровный. Прогиб не больше пяти миллиметров. Я по нормам делаю, а ей домой надо. Она была учительницей, я врачом, она не знает как. Я мог это пропустить мимо, и начальник бы не увидел-то. А я требовал, как инструкция требует. И вспомнишь, сколько людей мимо прошло, кому я мог бы засмеетельствовать ради Господа. И сегодняшний день воскресный. Не пропустите ничего, что сейчас нам скажет Господь. Как мы его проведем? Ефесянам 5.16. Я буду возвращаться еще в эти же гнинии. Ефесянам 5.16. Дорожа временем, потому что дни лукавые. Лукавые, это слово а-лук. Лук, когда стреляют, изогнуты. И поэтому все непрочно. Дорожа временем. Ну, когда мы слышали, что дорожат, что-то продают там твои помидоры или что-то, надо успеть, пока дорогая цена. Дорогоселью времени ничего нет. Люди говорят, время-деньги. Это обман. Деньги можно вернуть, даже больше. Секунды одной уже не вернешь никогда. И тщательное будет расследование. Мы не знаем, как это будет. Но перед всей вселенной мы предстанем такие, какие есть. Никаких защитников, что брат у меня такой-то был, патриарх. И этого ничего не будет. Мусульмане говорят, суд будет продолжаться 50 тысяч лет. Откуда они эти берут, не знаю. Но смысл заложен. Это означает, тщательно Бог рассмотрит. Что мы думали сейчас? Пришли сюда подремать? Или вспомни все, что нам Бог дал за эту неделю? Вот вчера я об этом говорил. Господь основал землю на водах. И благодарим Бога за это. 135, Псалом 6 стих. На водах ничего не держится. Все размокают. Куда не выпустишь колодец. Вода. И земля не размокает. Это чудеса и чудес. Где мы находимся? Колоссиным 4, 5. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Понимаете как? Со внешними. Внешне это все. Все. Начиная от президента. Что сегодня делается. Как бы ни их делал, но я все время напоминаю вам, что Господь одного человека, может быть, за столетие только дает, которого дан Россия и сейчас. Самые большие преступники оказались в Центральном комитете. Там у них. И сейчас только вчера только уже двоих опять забрали. И уже обнаружил только деньги, которые даны были для многих дел и пенсионерам. 11 триллионов нашел. И звать этого подвижника Андрей Белоусов. Я всегда, вот сколько пришлось быть даже после этого министерства юстиции, всех призываю помолиться. Уже четвертое покушение на него. Чудом Бог спасает. Ни перед чем не остановились никто, депутаты, к разным политическим партиям, одинаково все, убрать его. А он разбирается, как дети за границей, сколько тратят, на что, где. По зарплате вашей это не получается, где в десятки тысяч раз больше. Это в настоящее время. Сегодня ночью опять покушение на его было. Я не знаю, как это кому, но мне очень быстро, что Андрей Раймович, он поставлен министром обороны, а он гражданский. И занялся им, сначала надо проверить, кого везти. Они воры. И при том не просто воры, а страшные. И за границей счета какие идут. Откуда, думаю, миллиардеры такие? Это все оказалось подделка. Подделка документов, мошенство. Какое слово есть? Некоторые люди не знают, что, допустим, ты у кого-то что-то отнял. Допустим, квартиру высадил его оттуда. Ну и деньги дал кому-то, подделали все. Статья 159, пункт 4. До 10 лет и сразу же в миллион штраф. Очень серьезное наказание. Но это нас не касается. Наша квартира там. Господь говорит, если вы не так, то приготовил вам место. Это он о нас говорит. Некоторые говорят, вы что себя святым считаете? Мы не считаем, это действительно так. Ну, избранные что ли? Господь говорит, много званых, мало избранных. Если человек не избран, его не тянет к Слову Божию, все проходит мимо. Ну, сегодня лишь базатор видно будет. Считаем. Псалом 89-10. Дни лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезнь. Вот и все. Самые летом 25-30 лет труд и болезнь. Откуда болячки какие? А что это все Господь сущит в наше сердце. Мне 86-й пошел. Я никогда не думал. У меня интервью брали. А оставалось 4 месяца до 70 лет. Я говорю, через 3 месяца меня не будет. Да мы что, да как. Вот Господь как делает. А если эти годы потрачены не так, как надо. Да ни одну душу не привел ты к Господу. Да и вангель было чуждо. Как отвечать за это придется? Сегодня от многих делал. Ну не надо думать. Сегодня у нас уже слово сказать. Почему нету наших Игоря и Елену? Потому что сын женится. И сегодня будет там вещание в Барнауле. Все будет заснято. Мы посмотрим. Так как? Он послушался. Невеста из верующей семьи. Дай Бог вспомнить и Ксения, и Еремия. Чтобы перед Богом это было чисто. А что означает чисто? Безгрешно. Уважение родителей. Вот она, теща, это вторая отец и мать. А для нее, его отец и мать. Об этом говорит Тавид. Итак, Икрисясты 4.4. Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть. И это суета и томление Духа. Видите как? От зависти что делается? Люди говорят, а что я завидовать буду? А рассудить? У Якова 12 детей. Это почти самый меньший. Иосиф. Что ему завидовать? Что там он святастое платье там сделал? Вот халат красивый. Ну и ненавидели до такой степени, что убить хотели. Да ладно, один заступился, братство продали. А у Бога-то ступенька. Будете иногда помирать от голода, он вас примет. Вы знаете эту прекрасную историю о прекрасном Иосифе. Итак, Псалом 38, 6 стих. Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою. Пяди, это вот меряем палец с огни, и сколько это? Он дал мне дни. И где они? Вот с любым можешь поговорить, который перешагнул за 70 лет. Что изменилось при большей крепости? Ну а дальше-то что? Вот сколько людей умерло сегодня, ну вот мы считаем, пророк, Давид. Тысячи лет до рождения Христа. Три тысячи лет. Молодой косточки нигде нет. Все. И кости растворились, и человек это как земля. Итак, 77, 33. Псалописец Давид говорит. И погубил дни их суете и лета их смятения. Вот как. Слово «время» во всей Библии встречается 946 раз. 946 раз Господь подталкивает нас к правильному распорядиться своим временем. Так ли это? Знаем ли это? 89, 5. Ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел и как стража в ночи. Вот стража в ночи, там по 3 часа стояли на вахте или по 4, вот так и день жизни. Что такое вечность? Часы остановились. И времени больше не будет. Помните, с чего начали рассуждать здесь? Его не будет. А сегодня ничего только не придумали. Где-то, везде большие часы. Все, ничего это больше нет. Часы-то даны для нас. Брат у нас священник, и когда он начинал только еще в алтаре быть, но на часы посмотрел, пожилой священник говорит, на часы смотришь, а времени своего не знаешь. Не сразу понял. То есть не знаем, когда кончится наша жизнь. Вот мы в году встречаемся с этим днем, может быть, что-то дрогнуло в нас, может, что-то кто-то сказал, не задумался, потом все придет на память. Каждый год с этой датой Господь нас подталкивает. Задумайтесь, сколько дней, сколько часов, сколько минут. И это все ушло мимо. Когда трудно стало, и уже смерть подошла иноку, умирать. Он тогда, отец, помолись за меня, что Бог дал мне времени покаяться, сын мой. Я каждый день тебе говорил, сколько же времени ты потратил? Сколько потратил? По воду пошел. Монах, юноша приходит. Отче, а я пал. Какая-то оказалась тамарянка у колодца. Даже считаешь и не верится. Ну, у колодца-то какое знакомство-то? Все же открыто. Пал, помолись за меня, у меня времени не для покаяния. Определимся по времени. Я вам все призываю, ну, не знаю как. Выберите время ночью после 12 выйти на улицу. Из ограды можешь не выходить. Посмотри на небо, на звезды. И припомни, какие были люди. И помолиться обо всем, что тревожит. Родственники не знают на первом месте. Врага на первое место поставь. Умягчи его сердце, Господи. Приблизь его к себе. Все это кончится. И все наши интересы другие, кроме спасения души, они мелькнут, как будто тень прошла какая-то. Итак, 2 Коринфянам 6, 14, 17. Не преклоняйтесь по тяжу иермо с неверными. Ибо какое общение правильности с беззаконием? Что общего света с тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога жива. Как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них. И буду их Богом. И они будут моим народом. Приняли мы это или нет? Ну, еще можно дома один раз просчитать. Может, сегодня занятия будут еще. Мы храм Бога живого. Мы не можем собой распоряжаться. Совокупляющейся с блудницей делается одно тело. После смерти, как написано в житте Василия Нова, Феодора Цареградская ухаживала за ним. Ему показано было, что она такая-то и прочая. И вот там 40 мытарств, душа идет какие-то за спирнословие, за пьянство. На мытарстве блуда погибает больше всего, чем на всех остальных вместе взятые. Сребролюбие, убийство. Здесь больше погибают. Окажется, тут и ничего и нет особенно. По-нашему да, по-божьему другая мерка. Деяние 12.11. Тогда Петр, пришедшая себя, сказал. Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский. Доверяйся Богу, и Господь выводит человека. И 16.40. Надо увидеть, чего они ожидали. Завтра казнят Петра. Люди молились. Есть такая как бы загадка. Просили, верили, получили, не поверили. Когда он вышел, стал в дверь стучаться, они не верят. Да Петра казнить дали, его 16 человек охраняют. И поискал, нет, не нашли. Ну, стражники не спали. Одна рука закована в него, сегодня так, когда ведут, наручники называют. И всех 16 казнили. Воинов-то. Даже теперь воинов-то жалко. Матфея 25.19. Мы говорим о времени, в каком состоянии мы должны предстать. Немножко только вспомнить, и кое-где мы уже затормозили. Ученики сделали, как повелел Ими Иисус и приготовили Пасху. То есть приходит время, пасхальное, и приготовили. А кто знал, что ягненок – это Христос? Его кололи, он будет заколотый. А они ели обыкновенный ягненок, хороший, горькими травами закусили, налитые фужеры вина по кругу, три раза прошло. Все правильно. А до сути дела, дальше немало кто. Лука 12.6. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Вот и все. А постучит господь. Сердце остановилось, но разные причины. Причин очень много умереть. Никогда не подумаешь даже. Я посмотрел только самоубийцы, а оказывается, способов умереть себя, допустим, 98. Что-то проглотить, залить кислоту. А не только способов, а никогда не возвращаются от этого. Причин какие. Там еще сотни где. А чтобы избавиться каждый день самоубийцы. Речь идет о тысячах людей во всем мире. Какой выход? Один Бог. Я себе не принадлежу. Храм принадлежит Богу. И здесь перечисляются какие. Храм Божий, Велиар. Ну вот этот, где мы находимся. Вот здесь экран был. Сзади там отверстия, кинотеатр. Там стояла аппаратура. Здесь фильмы прокручивали. Но если бы тогда сказали, что здесь будет храм, не знаю, наверное, никто и не поверил. А на стенах выложили как бы крестики вины. Дальше. Лукаш 16, 16. Законы пророки Дома Иоанна. Всего времени Царствие Божие благовествуется, и всякие усилием входят в него. Не так, что я уберывал. Да, усилие. 2, 16, 18. Иаков говорит. Кто-нибудь скажет, покажи веру твою. Он говорит, покажи веру твою без дел твоих. Я покажу тебе веру мою без дел моих. Как показывать, когда тайно наделать? Нет. Город на вершине горы, говорит, не может укрыться. Люди будут ставить тебя. Какой ты там верующий? Главное верующий. Мы не знали, где брат Игорь, когда он в Кочиной был. Спросили, говорит, а там монах который? У него там, кажется, семеро ребятишек. Но они видели, что молился, перекрестился. И у людей уже отобразилось, что он не такой, как есть. У него насос своровали, но не он. Поэтому даже не во всей полноте человек верующий, он сильно отличается от того, который не верующий. Для которого никаких преград нет. Деяние 13.11. И ныне вот, рука Господня на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и тьма. И он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Вот так. И здесь еще идет о Велиме, который отбивал от истины. Ну и у нас тоже ведь так может быть. И внезапно, и ослеп, и за руку повели. До этого что принимал? А теперь ничего не входит туда. А я это без вас знаю. Это, вот, спрашивали. Остается там по рулетку. А это придумали Христа. Никакого Христа не было. Это легенда. Легенда. У тебя паспорт есть? Ну открой, посмотри, какая дата там, когда ты родился. А ты от чего? От Рождества Христового. Ну маленько-то посмотри где. Какой день сегодня? Воскресенье. Объясни его, что оно означает. Вот с человеком говоришь, понедельник. Мало знает, потому что воскресенье считалось неделей. А сама неделя седьмица. Вторник, два, среда, посредине четверг, четвертая, пятница, пятый. А суббота что означает? Суббота нет такого слова. Потому что у нас мы веру приняли через греков. А у греков нет буквы Ш. Вообще в алфавите ее нет. И поэтому Иешуа. Это Иисус по-еврейски. Иерусалим. Иерушалай. Ше у них. Вы знаете здесь, наши сестры, кто близкий человек, со мной вместе жил. Я говорю, переводи Шушаника. Святая такая. Он посидел маленько, знает греческий язык. А не перевести. Ну, другое слово поставили. Сусанна. Суббота. У них шаббат. У нас так. Работает на работе. Все закончилось. Ну, время. Бросил-то просто. Шаббаш. Отдыхаем. Вот оно откуда идет. Покой. Суббота означает покой. А чего покой? Ну, теперь-то легко рассудить. Свободное время. Дай, Господи, правильно понять и делать добрые дела в этот день. Посещать больных. Слово Божие. Так, Галатам 4,4. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены и подчинился закону. Видите, чтобы приготовить этот причистый сосуд Деву Марию, 5508 лет ушло на это. От Адама. 5508 лет. И поэтому мы не будем удивляться, что так тщательно Господь подготавливает сосуды для неба. С чем мы придем? А вот такой-то он, Златоуст, когда объясняет, разбойник и сказано, ныне же будешь со мной в раю. Как будто бы заходят, когда святые воскрес Христос, и они явились. И они смотрят, а в раю один только разбойник. Ты что, воровать пришел сюда? Но он эту картину развивает, как адвокат. А он не вор. Бывший, да. А сейчас искупленное чадо Бога. Так, Откровение 12, 12 и 14 стих. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол силой ярости, зная, что немного ему остается времени. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она улетела в пустыню, свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени. Времени это год, времен два, три, полвремени три, три с половиной года. А что такое невеста Христова Церковь? Мы совсем недалеко от этого времени. И Господь заранее предупреждает, к вам сошел сброшенный, как молния сверкнул, дьявол в великой ярости. И поэтому дьявол, если вцепился, а человек не раскаялся, он на это будет накрадывать и накладывать. Новое и новое преступление. И поэтому радуйтесь, небеса, а мы должны напрячься. Почему, говорит, Господь его не уничтожает? А Златоуст говорит просто, если его бы не было, награды бы не было. Как вышел борец бороться, а никого нету, какая награда? Итак, милостью Божией, помоги, Господи, эти лукавые дни нам правильно использовать и быть вечности с нашим любимым Господом, Иисусом Христом во веки веков. Аминь.